Приветствую всех любителей истории. В последнее время появилось много таких любителей истории, которые совсем не любят исторические источники, из которых выявляются исторические факты. Чаще всего такие любители пропускают мимо ушей школьные курсы и только увидев брутальных мужиков-доспехов в голливудском фильме, начинают проявлять интерес к истории. К счастью, настоящие историки не имеют ничего общего с брутальными дядьками из Голливуда. Они изучают древние языки, общаются с умными людьми, читают умные книги, знают мнения крупных ученых. И у них не возникает сомнения в существовании источников, на которых основаны исторические исследования. Эти источники хранятся в архивах музеях и библиотеках. Объем их настолько огромен, что достаточно одного взгляда на такое обилие исторических источников, чтобы пропало всякое сомнение в их существовании. Для этого нужно хотя бы один раз сходить в музей. Но, судя по всему, современные любители истории не ходят в музеи, а сидят в интернете. Поэтому степень их доверия к историческим исследованиям находится на очень низком уровне. Именно по этой причине я буду продолжать вас знакомить с историческими источниками. И в этом видео вы узнаете, что написал Петр I о Полтавской победе в своем письме князю Федору Рамадановскому, который оставался вместо царя в Москве. Полтавская баталия состоялась 27 июня 1709 года. В это время Россия вела кровопролитную войну со Швецией. Дела у шведов шли как нельзя лучше. Северный Союз был практически разгромлен. Еще в первый месяц войны капитулировала Дания, а к этому времени сдался польский король Август. Прямо из Польши Карл XII вместе со своим союзником и предателем Иваном Мазепой двигался к Москве. Под Полтавой он встретился с русскими войсками, которые возглавлял сам царь. В результате крупнейшего сражения того времени шведы были разгромлены, а сам король бежал в Турцию. Радостный Петр в тот же день написал своему заму послание, сообщая о победе. Доносим вам озело превеликой и неначаемой Виктории, которую Господь Бог нам через неописанную храбрость наших солдат даровать изволил с малую войск наших кровью таковым образом. Сегодня, на самом утре, жаркий неприятель нашу конницу со всею армию конную и пешую отаковал, которая хотя по достоинству держалась, однако ж принуждена была уступить, токмо с великим убытком неприятелю. Потом неприятель стал во фрунт против нашего лагеру, против которого тотчас всю пехоту из транжмента вывели и предочень неприятелю поставили. А конница на обеих флангах, что неприятель увидя, тотчас пошел атаковать нас, против которого наши встречу пошли. И така он его встретили, что тотчас с поля сбили. Знамен пушек множество взяли. Також генерал-фельдмаршал господин Рейншельд купно с четырьмя генералами, а именно Шлиппембахом, Штакенберхом, Гаммалтоном и Розеном. Також первый министр, граф Пиппер, секрет армии Гемерлином и Цедергельмом в полон взяты, при которых несколько тысяч офицеров и рядовых взято, о чем подробно вскоре доносить будем. А ныне за скоростью невозможно. И единым словом сказать, вся неприятельская армия фаэтона в конец восприяла. А о короле еще не можем ведать. С нами ль или с отцы нашими обретается. А за разбитым неприятелем посланы господа генералы-поручики, князь Голицын и Боур с конницею. И сей у нас неслыханную новиною, вашему величеству поздравляю. И прошу, дабы сей доноситель пожалован был чином лейтенанта в наш полк. Из лагера в 27-й день июня 1709 года. Питер Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!